сегодня 6 ноября 2014 года время то сколько у нас там 6 часов 5 минут утра по барнаульскому времени мы уже помолились володя там готовит у тебя не кипит там еще нет вот и вчера вечером у меня был разговор днем ко мне вышел александр калинин он где-то в липецке они за еще там и вот он тут говорит мир вам игнатий тихонович что-то не вижу тут это можно с вами пообщаться если да то напишите пожалуйста время когда вам можно позвонить но я говорю звоните сейчас дал ему адрес skype вставлять если не сможете сейчас в 16 по москве сегодня он отвечает спасибо и звонок вот дальше когда мы это побеседовали вот он противоречил все и ну и это то можно прослушать то вот это вот мелко если можно володя покажи вот это вот тут не могу и не поднять ничего нет я взял это скопировал вот теперь я покажу как я тут видно что здесь вот я скопировал вот она где он написал но сразу мы помолились и утром помолился у тебя сегодня володя встал говорю вот не могу объяснить ничем вчера было такое на душе вот ожидание какой-то большой большой тяготы неприятности и я на молитве становлюсь а допустим у нас положено 7 раз в день на молитву становиться молитвы я говорил что такое то три святое и сто поклонов но и своими словами пройдет там часа полтора опять на молитву и вот прям тягость такая как бы неверующий был говорится в петлю залез сижу занимаюсь считаю библию тягость я не могу объяснить и я вопрошаю бога что это означает господь подготавливает душу будет большая неприятность какая-то и господь побуждает и вчера мне пришлось чаще становиться на молитву иногда бывает до 18 раз становишься борясь с сатаною я понял какое-то нападение от лукавого будет но какое я не знаю перебрала там с украины известия там там мара умного просили молиться выздоровела внезапно вдруг там инфаркт был лежала безнадежно и вдруг стало и благодарят благодарят за молитву отовсюду прямо целый день идут сведения то но об этом александре что потерянный человек совершенно опустошенный он среди сектантов там и и прочее молиться стали молиться там ночная молитва помолились утром встал и опять он у меня на молитве до этого я поминаю многих но которые мало знакомы тогда общее просто все с кем мы общаемся в интернете и утром встали сегодня я вот это прочитал и володя подошел и говорила да как ты думаешь вот он сейчас снова мне нашкрябал здесь что он может написать он стоит не знаю тот и она я сразу сказал а бог и вот смотри теперь что он написал прочитай володя это я там скопировал по ну побольше размером иначе ночь прошу вас простите меня я большую ошибку совершил я вас очень обидел я вообще не достоин даже говорить с вами вы самый необыкновенный человек простите меня пожалуйста осадок такой на сердце зачем-то я спорил причем в споре как будто лишился разума и говорил глупости противоречащий мне особый урок для меня никогда больше ни с кем не буду спорить тем более с таким необыкновенным человеком вы же всю свою жизнь посвятили господу слава как господу конечно за все но никогда в жизни не повторю свою глупость я же люблю вас глагол большой буквы люблю люблю вас а то еще вараде то а дальше действительно что-то у него сделать не так не так я видел наш с вами разговор а вышло с моей стороны лукавое безумство простите меня я еще так зелен ну вот видите как вот судить по одному пакту никак нельзя но если он к вам попросится сейчас уже не приму но скажет тот он он осознал он плачет не приму повторяю не приму а почему так это жестоко не жестоко я ему дал задание он не считает слова божия не знать я ему помощи не окажу у меня время у меня времени нет мне 76 год идет у меня это наплыв народа каждый день это и форум и сайт не говоря ближних а только по интернету сколько так вот они просятся давай 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 залазь залазь вот так поели теперь под пол вот так о посидите там уходи отсюда давай давай я маленько тут запру их чтобы они посидели оправились там земля у нас на первом этаже люди не знают что попутно сказать вот он ничего не знает ветхий завет не знает но вы не знает ни правила не канона ничего нету считается православным без креста не поста то есть самообман ужасный на выход то ему есть очень и очень трудный он с самого начала вошел работа неизвестно какая на что живет ездить его там сектанты привещают а раз он против значит они привещают а сектант это их легко определить а как то определяет что они сектанты простое отношение к иконам положение к церкви и тысячелетнее царство в этом у них у всех сектантов одинаково поэтому и определяет главный определитель отношение к церкви никакой где двое или трое икона это идолы он двадцатую главу читает не сделай изображения в двадцать пятой сделай они не понимают и тысячелетнее царство какое царство когда вместе расти будут то и другое до жатвы жатва кончина века я воскрешу его в последний день они прежде пшеницу на небо тысячу лет а плевел эту тысячу лет будут мучиться написано прежде свяжите плевелу связки бросивах в огонь совершенно безумное толкование хилиазм это ересь я ему вчера это сказал вот так определяя сектантом он среди них вращается пропитана это держимость бесовская как он вчера вел себя и вдруг ночью такое пишет я ему сказал толкование блаженна фефилакта пока ты его не прочитаешь пока ты его не законспектируешь пока не усвоишь мне нет зачем звонить я не нужен зачем припираться но ничего не знает совершенно не знает вот он теперь говорил всю жизнь вишенка говорит большую ошибку то я очень обидел вообще не 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 стал даже выключать не хочет и все говорить с вами не достоин так вот такой осадок на себе в этот осадок у него осадок вот это вот то что у меня было вот что-то тут перекинулась вот этот осадок так как раз к нему теперь дает напоминание а почему а потому я готовился к сражению а он получивший видимо дьявол мучает дальше зачем то я спорил будто лишился разума вот видишь сколько вы бы сами подумайте что то что я ему говорил и он отошел это осознает но нуждается поддержки я поддерживаю молитвы я его не забуду я буду молиться тут непонятно что точки противоречащие с большой буквы он видимо вместе глупости противоречащие мне то есть он не глупый но лезла из него так ли не сам делал то сатана делал особый урок для меня никогда больше ни с не буду спорить это неправда он будет спорить тем более с такими обыкновенный человек а мы же всю жизнь свою посвятили господу вот ведь его в жизнь посвятил господа это ну хоть сказать так все это я в 23 года пришел это 53 года я да действительно я старался уж как бог примет без лукавства все что у меня есть на алтарь божий пола ну как будет ему это не нравится вышло с моей стороны лукавое безумство это глава лукавый от сатаны безумство когда говорят а как вы так говорите не будет он сам говорит когда мы молились в это время ему господь сердце видимо все таки маленько где-то лучик света попал у него полное помрощение так зелен зелен даже не зелен он черный его обольстил сатана потащил по сектам по разным он там это набрался а вы говорили на патриарха антихрист не говорил этого не было так мне а я говорю который евангелие сжигают которые мы раздаем это его патриарху писался вокруг вас антихристы такие собрались а он может антихрист откуда мне знать вот что получилось у нас утром сегодня я как бы к тому ролику добавить ну это его слова вот его слова почему-то иисус мой бог это у него эпиграф это не не про не это неплохое вот сначала вчера написал сразу же простите меня игнатий тихонович простите пожалуйста но слово простите у него несколько раз я хотел сказать еще одно вчера мне пришло письмо одно и я тут совершил ошибку я совершил когда доклад этого разбирали илариона и вот один мне написал вот посмотрите какое-то в использовании слов выступления сейчас эти митрополита от кого валерия лопате ногс вот они его данные я не скрываю это один файл здрасте игнатий тихонович 2 ноября вы обсуждали выступление митрополита волоколамского илариона в италии 17 октября использование слов христос местоимением по отношению богу ко христу приведенных видео на 10 минуты подсчетах есть ошибки ошибки есть ну ездок и есть но что сделал я говорю а как вы подсчитывали это надо там по исковику он говорит я программистом работает о это для меня очень важно выступлениях митрополита слова христос господь бог и местоимение к ним используется 15 раз я посмотрел нет не 15 раз это составные не о христе речь идет христианский 30 царство божие 4 и так далее для детали смотрите приложенный файл высылаю вам эти поправки чтобы вас не обвинили в искажении да благословит вас ваш труд господь валерий христос христа христом три раза господь господом 3 бог бога богом я сегодня проверю это 6 он его 3 христианство 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 христианством я так и делал но мне это не касается христианство это пустой звук 15 я тебя во внимание не беру христианский христианская там во всех падежах 30 христианский 27 божий божий царство божие вот вчера а это на то другое так александру калинину уже вот это у меня не касается христиан а вот христос бог я сегодня проверю так или нет но если это так я вина вот прости меня пожалуйста волоколамский петель петель им говорят и ларион но подсчетах может быть ошибка где-то но главное то содержание содержание я в подсчетах показал что нет этого этого патриарха везде стоят рядом священники я говорил и они слова христос ни разу не помянул ни разу даже а уж библия не говорю библия вообще он ни разу не поминает это главное христос и бог это неразрывные слова христос и библия ну вот хотел сказать сегодня человек который не имеет общения в интернете он разве получит такое про их изменения во вторых меня обличил человек незнакомый мне да благословит его труд господь а я хочу сказать да благословит валерия этого труд его господь что он так внимательно отнесся этом первый который вышел здесь я это сделал не умышленно я просто знаю как может быть сбой у меня очень плохо с интернетом здесь и плохо с компьютером зависает и проще я запустил в поисковик может быть так показала если это так то так она ничего не прибавляет к его к ценности его выступление этого ничего не добавляет а там мирское любой неверующий это взят а христом это проще они могут манипулировать я просто показал смысл этого илариона он говорит это не проповедник не миссионер никто а просто номенклатурные патриарший работник готовый на патриарха вот у меня все слава иисусу христу прости меня христе боже мой слава тебе во веки веков и благослови александра и валерия и всех кто будет это видеть повторяя если я ошибся прошу прощения первую очередь у митрополита передать ему как-то на кто кого вел соблазн тоже простите подсчет может быть и я проверю сейчас еще иногда вручную считаю вручную это вообразить даже нельзя когда приходит программисты так программа существует а я и не знал что можно подсчитывать я вручную раньше у меня не было симфонии такой где были бы неканонические книги и вдруг мне требуется сирахова а ее нигде нету я заново ее читаю требуется из 3 ездра я заново ее читаю а симфонии вообще не было на другом конце города глушкова мария баптистка была я выпишу какие слова жену отправлю туда полдня проездит но узнаю это мне помогло потом составить симфонии на неканонической книге самую полную за всю ее историю на 11 книг с учетом даже пропущенных глав в синодальной библии это 7 глава 3 книги ездор там почти 100 стихов упущено 105 вот как жизни бывает и поэтому или человек который не общается по интернету у него ничего нету ничего он только сидит ворчит подыскивается вот вот результат благословен господь отошел лошадство лошадство